здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас такая деловая программа потому что совсем скоро выборы губернатора московской области и о том как они будут проходить в общем все что регламентирует этот избирательный процесс нам расскажет человек который хорошо в этом разбирается в студии председатель территориально избирательной комиссии города люберцы московской области борис борисович новиков здравствуйте борис борис здравствуйте ну давайте начнем сразу же потому что чтобы люди не путались тем более мы рядом с городом москва и выборы где-то выборы мэра в стране где-то выборы губернатора мы будем говорить о выборах губернатора московской области которые пройдут когда раньше-то был один день теперь в сентябре у нас 2023 года состоятся выборы губернатора московской области выборы у нас будут проходить три дня 8 9 и 10 сентября то есть избирательные участки у нас будут открыты эти три дня 8 9 и 10 сентября с 8 часов утра до 20 00 каждый день каждый день да но вот по выборам мэра ну неважно выбором уже которые проходили у нас трехдневном так скажем режиме там как-то проскакивало что основные выборы типа третий последний день они идут воскресенье да а вот эти первые двадцать и дополнительные для людей которые не успеют воскресенье или они сейчас не отличаются по это они не отличаются это прежде всего опять же это создано для удобства наших избирателей но подсчитываться все будет после 3 понятно конечно это все будет суммироваться и подсчитываться 10 числа после закрытия участков 8 часов вот я пришел 8 числа проголосовал ну или там электрон не важно на это обсудим проголосовал отдал свой голос мой голос никто не читает никто его не трогает до конца третьего дня да да совершенно верно да у нас и используется сейфы и сейф-пакеты если что то есть все по да все опечатано опечатывается все у нас и под есть участки видеонаблюдения и безопасность у нас будут дежурить и как и частные охранные предприятия народная дружина наша росгвардия наше управление внутренних дел люберецкая то есть полностью все у нас под контролем чтобы голос и тайна голосования наших избирателей были по полной защите да и сохранены ну я начал с двух таких главных вопросов может быть мы даже еще к ним вернемся дать сейчас пройдем по самому по всему самому регламенту потому что выборы это такая история важная время бежит сейчас быстро кажется что вроде бы во первых выборы есть на местном уровне да мы выбирали депутат совета депутатов а здесь выборы уже губернатора московской области и люди иногда действительно путаются вроде кого-то выбирали но те которые не особо до вовлечения процессе давайте я сейчас остановлюсь действительно у нас вообще по российской федерации у нас проходит много избирательных кампаний различного уровня и фактически у нас более 70 субъектов российской федерации будут охвачены выборным процессами вот ну и что касается выборов губернатором московской области у нас на сегодняшний день завершилась процедура регистрации и выдвижение кандидатов на должность губернатора московской области я вот сейчас на данный момент у нас претендует на должность губернатор московской области баллотируются 4 кандидата 4 да это соответственно нас воробьев андрей юрьевич кандидат от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Жигарев Кирилл Сергеевич, кандидат от политической партии «ЛДПР», Наумов Александр Анатольевич, кандидат от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», и Никитин Анатолий Юрьевич, кандидат от социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». То есть вот эти четыре кандидата будут... Которые представляют, в общем-то, политические средства. Да, да, политические партии наши основные, которые представлены у нас также и в Госдуме, вот. Они уже утверждены, уже никого не добавишь сюда. Все, да, четыре кандидата. Кто-то может отказаться на каком-то этапе, но это его дело. Да, да, снять свою кандидатуру. Да, есть процессы, но пока вот четыре. Но новеньких уже мы не увидим. Нет, нет, все, пока вот такая. Итак, зарегистрировали. Теперь все подали документы, регистрация произошла, что дальше? За 30 дней до данной голосования они начнут свою агитационную деятельность. То есть, получается, в августе? Да, 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 да. Да, в августе, ну, в начале, там, в первой плане августа. То есть, это, соответственно, уже и агитации, и печатные информации, и листовки, видео, телевидение. И все это регламентировано определенными документами. Да, да, да. Потому что, насколько я понимаю, даже если будут какие-то баннеры, какие-то листовки, проспекты... Соответственно, все агитационные материалы, все, что делают кандидаты на должность губернатора Московского, все подается в избирательной комиссии Московской области. Вот, и, естественно, нас информируют об этом наши территориальные избирательные комиссии. И мы будем... Ну, то есть, все строго как бы, ну, фиксируется. То есть, нельзя там ходить, разбрасывать. Естественно, с этим в рамках закона будем пересекать. Ну, и я так понимаю, будут встречи с депутатами, это тоже как-то регламент... Ой, встречи с избирателями. С жителями, с избирателями, да, да, да. Это тоже регламент есть, предоставляется помещение, время там они могут общаться с людьми, там, трудовые коллективы, предприятия, пенсионеры, советуют, общественники. То есть, в принципе, для кандидатов это поле открыто для этой работы. Действительно, они должны донести свою программу. За 30 дней. Да, да, должны встретиться, донести свою программу, донести, рассказать избирателям, что они хотят, как они видят развитие Московской области, какие приоритеты. То есть, грубо говоря, они могут назначить, понимаете, за 30 дней объехать всю Московскую область, взять хотя бы главные субъекты, Люберцы, безусловно, один из главных субъектов, то есть, и там проводятся эти встречи, довольно-таки срок короткий. Ну, они могут, у них есть доверенные лица, поможешь, конечно. А как это работает с доверенными лицами? Они могут провести от имени кандидата, допустим, встречу какую-то. То есть, тут они должны выбрать для себя точки города, округа муниципалитета, где они считают, что что-то есть, может, там, проблемы, что-то надо развивать. Ну, это да, да. Да, то есть, они должны для себя определить. Для этого есть штаб, потому что я так понимаю, что у нас представлено 4 человека в Московской области, но помимо этого проходят выборы и в других субъектах, и эти штабы, есть всероссийские штабы. Конечно, у каждого кандидата свой штаб, там, набирают они и пиарщиков, и юристы, и кто у них там отвечает за всю идеологию. А с нашей стороны, со стороны ТИКа, да, что это за организация? Вот, я имею в виду, ведь, давайте поговорим, это должны быть места, потому что, куда люди приходят на избирательный участок, у нас вся сохранилась эта система или что-то поменялось? Да, у нас, смотрите, у нас сейчас в городском округе Люберцы порядка 265 избирателей. Это жители, которые пользуются активным избирательным правом. 265 тысяч, а то 265 тысяч, да, и у нас избирателей. И у нас образовано на территории округа 173 участковые избирательные комиссии. То есть мы по масштабам, если уже говорят, мы один из самых крупных муниципалитетов. Ну, это, как всегда, школы какие-то, государственные учреждения? Да, школы, предприятия, да, муниципальные учреждения наши, то есть мы задействуем. То есть фактически вот 173 участковые комиссии, они и будут осуществлять выборный процесс и непосредственно в дни голосования. И вы, я так понимаю, отвечаете за это, за всю подготовку, чтобы... Да, да, у нас территориальная комиссия, мы плотно взаимодействуем с избирательной комиссией Московской области, и на своем уровне мы взаимодействуем с участковыми избирательными комиссиями, проводим с ними обучающие семинары, в том числе центральная избирательная комиссия уже сейчас начала обучение, где к этим, таким, в рамках, ну, в видеоформате, подключение вебинара, вот это сейчас модно, да, подключаются могут и территориальные избирательные комиссии, и участковые комиссии. А вот сколько человек ходит в территориальную избирательную комиссию? Территориальная избирательная комиссия у нас 14 человек. У нас представлены в комиссии политические партии, представлены, значит, люди, которые выдвинуты по месту работы трудовым коллективом, выдвинуты Советом депутатов, то есть разнообразные, да, но я считаю, что территориальная избирательная комиссия, она в этом процессе уже, как бы, мы работаем в составе не первый год, ни одну избирательную кампанию прошли, есть понимание. Если есть какие-то там вопросы, мы их стараемся на месте внутри решить. Но, конечно, прежде всего, мы должны помогать участковым комиссиям, нашим членам уважаемым участковых избирательных комиссий. А в участковой сколько комиссий? Там зависимость от... Участковая в зависимости от количества избирателей у них на данном избирательном участке. Поэтому там может быть... Но не 14, как у нас. Ну, минимум человека 3-4 должно быть. Там как председатель, заместитель. Председатель, заместитель, секретарь. То же самое у нас территориальный. Председатель, заместитель, секретарь и члены комиссии с правом решающего голоса. Во второй части мы поговорим о самой схеме. Напомним, как приходить, как это все будет проистекать. Сам процесс, когда уже наступит выбор. Тем более, что это начало сентября, такое сложное время. Тем более, что для городского округолюберца сентябрь тоже особый такой месяц. Мы все ждем 400-летие. Но пока непонятно, когда конкретно это будет происходить. В любом случае, выборы такая история очень важная для каждого города, для каждого поселка Московской области. Поэтому в них, конечно, нужно поучаствовать. Я же могу, например, сейчас просто сказать, что приходите на выборы. Просто каждый гражданин имеет на это право, чтобы потом не вышло так, что вам что-то не нравится, и вы начинаете... Вы проигнорировали и начинаете митинговать. Еще вот такой вопрос. Эти комиссии, эти участки, они сокращаются? Или они пока так, как они у вас есть? У нас, да, у нас как вот есть 173 участковые комиссии. Особенно с жилищными комплексами, наверное. Конечно. Поэтому здесь мы, наоборот, не уменьшаемся, мы увеличиваемся. Понятно. Потому что надо обеспечить у наших избирателей все избирательное право, чтобы они свое реализовали. Я так понимаю, что на каждом участке, помимо вот этих людей, которые представляют избирательный, скажем так, орган, там еще будут правоохранительные органы представлены, Министерство внутренних дел, Росгвардия, да. Вот, наверное, еще какая-то дополнительная охрана... Ну, со стороны частных ЧОПов охраны. Со стороны, да, естественно, все участки будут проверены, будет пожарная безопасность. Потому что время у нас сейчас как бы такое сложное, такой дополнительный момент. То есть некоторые люди могут немножечко по этому поводу напрягаться, поэтому безопасность должна быть обеспечена. Ну и, конечно, мы же помним с вами, что выборы у нас проходили даже такой в постпандемийный период, даже референдум по конституции. Да, общались на эту тему. Вот, и доступ людей будет открыт. Еще раз давайте напомним, с 8, 9, 10 сентября избирательные участки будут открыты с 8 часов утра до 20.00 вечера. Вот у нас есть 4 кандидата, да. Есть действующий губернатор, которого как бы жители знают уже давно и не понаслышке. И есть 3 еще кандидата, которые вступают в борьбу за 30 дней до выборов. Они наверняка начнут о себе что-то рассказывать, показывать. Но сегодня можно куда-то зайти, прочитать биографию, какие-то программы. Ну, программы, наверное, еще нельзя. Но биографию можно читать? Ну, конечно, у нас интернет-то сейчас это... Нет, ну это я имею в виду, когда ты просто смотришь. Просто. А на территориально-избирательном портале где-то можно найти биографию? Нет, пока, я думаю, у нас только потихонечку начинают. Да, да, уже потом они в активную фазу вступят. А просто информацию как о человеке, биографию, конечно, можно найти. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в студии председатель территориально-избирательной комиссии города Люберца Московской области Борис Борисович Новиков. Во второй части мы расскажем вам о схеме. Почему три дня опять же голосование идет, как это будет проходить. Ну и, конечно, самый любопытный момент, когда будут подведены итоги, когда мы узнаем имя губернатора Московской области. Сейчас сделаем паузу, после чего продолжим. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях председатель территориально-избирательной комиссии города Люберца Московской области Борис Борисович Новиков. Он приходит к нам всегда перед выборами. Уже такая традиция. Сегодня речь идет о выборах губернатора 2023 года, которые пройдут в сентябре целых три дня. 8, 9, 10, 8, 9, 10 сентября. Три дня в сентябре. Вот так можно назвать условно. Ну, сделано это для удобства пользования. И теперь возникает такой вопрос. У нас голосование мы только в участки должны приходить? Или электронная версия тоже есть онлайн? Да, есть у нас впервые в Московской области будет применено... Раньше не было. Дистанционное электронное голосование. ДЭК мы его сейчас сокращенно называем. Значит, оно раньше применялось, ну, понятно, в Москве и в некоторых субъектах. Да, как проба пера. А сейчас это, получается, впервые в Московской области. Это сделано действительно для удобства избирателей и вообще полностью реализовать свои возможности по голосованию. А, например, для тех, кто находится где-нибудь на отдыхе? Да, кто-то там у нас на отдыхе, кто-то уехал в другую область к друзьям. Ну, я уже вот так, да. То есть, ну, дистанционное электронное голосование – это голосование без использования бюллетеня в печатной форме. Ну, и без прихода на участки. Да, да. То есть, избиратель должен зарегистрироваться через госуслуги, через единый портал государственных муниципальных услуг. Российской Федерации уже можно это делать на данный момент. А не будет приходить никаких предложений от этой... Мне кажется, что на московских выборах такие предложения приходили. Нет, есть, есть уже и ролики. Вы можете проголосовать? Да, дистанционно, электронно. И до 4 сентября мы можем подать такое заявление. Тем самым избиратель, который через госуслуги подал такое заявление, он будет включен в список избирателей, голосующих электронно. И проголосовать он может 8, 9 и 10 сентября с помощью телефона, компьютера. А с 8 до 20 или в любую? С 8 до 20. С 8 до 20. И здесь, значит, надо отметить, что избиратель, подавший заявление об участии в дистанционном электронном голосовании, он не может прийти, ну, он может прийти на участок, но избирательный бюллетень печатный он не получит. То есть, два раза не получится. Но участковые избирательные комиссии, наши избирательные участки будут оборудованы каким? Ну, оборудованием специальным, где избирателю дадут возможность проголосовать электронно, потому что, ну, мало ли, не разобрался с телефоном, что-то запутался. Или должен был уехать, но не уехал. Да, не уехал. То есть, все равно, ну, избирателю такая возможность... То есть, давайте зафиксируем. Значит, просто были такие случаи, когда люди подали или на что-то нажали и забыли. Забыли. Приходит человек, дает паспорт, ему говорят, там, ну, вы должны голосовать онлайн. Электронно, да. Да, уходите. Теперь так не будет, теперь есть возможность проголосовать, то есть, там помогут. Помогут, да. Но все-таки нужно определиться, очень важно. И не забыть, да, что подались до дистанционного электронного голосования. Тут просто понятно, сейчас будет вопрос, не совсем касающийся, как говорится, самой процедуры, но, безусловно, у людей есть определенный скепсис по отношению к электронному голосованию, что вот я что-то проголосую, а как мы голос дойдет, куда он дойдет, вот кто им... Так-то ты пришел в кабинку, зашел, и то мы знаем случаи, да, когда целые уголовные дела заводились. Это очень серьезное, кстати, уголовное преступление, особенно для членов комиссий, вот, поэтому это такой важный момент. Поэтому, ну, серьезное, как вы делаете. Все это контролируется. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избирательная комиссия Московской области. Естественно, мы будем знать итоги электронного голосования дистанционного 10 сентября, когда будут посчитаны бюллетни, которые люди очно голосовали на бумажном носителе, плюс дистанционное электронное голосование. Но я так понимаю, вот электронное голосование, вот оно 8 и 9, оно тоже как-то где-то, ну, на какое-то время, ну, морозится, что ли, и все 20-го, 10-го подсчитывается. Все итоги 10-го. Открывается ящик Пандоры, открылся и все. 10-го. 8 часов закрылись участки, где голосовали очно, идет подсчет бюллетеней, открывается дистанционный электронный, смотрим картину по дистанционному электронному. Только 10-го после 8-ми. Ну, я так понимаю, что по опыту, скажем, ну, нам трудно, сейчас в Московской области будет впервые, наверняка многие все-таки придут, что называется, ногами. Ногами обязательно, особенно старшее поколение наше, ну, несомненно, да, да, да. Это, конечно, мы от этого не будем отказываться, не откажемся, потому что, ну, людям старшего возраста, и кто не дружит с госуслугами, с системой, все привыкли. С госуслугами дружат, но не очень им это не пользуются. Если вот есть, вот, да, вот все. Хорошо, а там, на этом бюллетене, давайте тоже непосредственно, потому что у нас бюллетени в истории выборов были, ого, самые разные, там чуть ли не в три рулона, вот на этот раз будет 4 фамилии, расположенные в алфавитном порядке, правильно понимаю? Да, да, в алфавитном порядке, слева информация, фамилия, мимончество, и, соответственно, справа вот этот квадратик, куда ставить, крестик, галочку или что там. Ну, вот, чтобы вы понимали, любые надписи, типа «я не за кого» или еще что-то, это считается бюллетене испорченной. Испорченный, недействительный бюллетень. Куда он идет, этот недействительный бюллетень? Ну, вон, участковая комиссия гасится все, то есть он не... Не участвует. Не участвует. Ну, сразу, можно поставить одну галочку за какого-то кандидата. Если не будет ни одной галочки в бюллетене, просто пустой, все, он недействительный. Если будет более одной галочки, две, три или четыре, тоже, он считается недействительным. Мы можем выбрать только одного, который считает достойного наш избиратель. Хорошо. А вот еще раньше какие-то такие варианты были в разных выборах, и я что-то путаю, но какие-то бюллетени потом распределялись между всеми. Такого нет сейчас? Нет, у нас нет такого. Я сразу... Еще у нас оно уже не новшество, есть еще одна тема. Это голосование по месту своего нахождения. То есть у нас эта программа называется «Мобильный избиратель». Если избиратель... Не может не прийти. Допустим, он находится не в Люберцах, а в другом муниципалитете, Московской области, в гостях, у друзей, на даче. То можно подать заявление по месту своего нахождения. И прийти там. О голосовании, да. Уже это можно делать на данный момент. Это вы можете подать через госуслуги, через наши МФЦ, многофункциональные центры. В нашей территориальной избирательной комиссии это можно сделать уже сейчас в здании администрации. Кабинет 338. В будние дни с 16 до 20. В выходные, субботы, воскресенье с 10 до 14. А также с 30 августа по 4 сентября с таким заявлением о голосовании по месту своего нахождения можно обратиться в участковую избирательную комиссию, где вы включены в список избирателей. И это еще более предоставляет возможность нашему ЗАИ реализовать свое законное избирательное право и проявить и сделать правильный выбор. Хорошо. Рассмотрим еще такую ситуацию. Я не знаю, бывали или не бывали. Человек приходит, а его в списках нет. Или, например, он приходит, а в этих списках есть члены его семьи, которые уже покинули этот мир. Такое же бывало? На самом деле у нас, вот даже если мы скажем, да, выборы закончились, там все выдохли, посчитали, выбрали достойных кого, все думают, что работа избирательной комиссии, она затихает. Нет. Абсолютно нет. Сразу говорю, потому что идет ежедневная такая кровопотливая, она действительно тяжелая работа, потому что есть такая автоматизированная система газвыбора, которая выверяет списки избирателей. И практически там в таком синхронном режиме мы берем информацию из органов ЗАГС, предоставляется из УФМС, то есть чтобы мы знали четко, человек, допустим, там сменил место жительства и регистрации, естественно, список, все, система работает. Там человек, ну, к сожалению, там покинул этот мир, умер, то есть надо его убирать. Это очень часто, это мы слышим, что в списках. Эта система, она вот в ежедневном режиме отрабатывается, у нас системные администраторы есть в этой системе газвыбора, они работают. То есть они готовы к этому, да, это как бы ходит? Да, у них прямая связь, каналы с избирательной комиссией Московской области, с центральной избирательной комиссией этот процесс редактируют, и действительно это в ежедневном режиме, еще раз повторюсь, такая тяжелая, кропотливая работа. Хорошо. Я пришел, а фамилии моей почему-то нет. Такой же вариант не исключен. Куда мне обращаться? Ну, значит, мы будем и с системой газвыбора связываться, и если что, у нас есть для этого ДОП-список, естественно, мы все это проверим, можем внести человека в дополнительный список избирателей. Мы стараемся... Он паспорт показывает, он написан на адрес. Да, 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 что все, то есть, ну, что-то, может, он передумал там перепрописываться или что-что-то. Смена фамилии еще, кстати, может быть. Здесь намного может быть смена паспорта. Сейчас мы также, это потому что дистанционное электронное голосование, у нас есть сейчас эти вопросы. Люди обращаются, избиратели обращаются, потому что что-то... Нет, так, естественно, мы стараемся помочь. Он там поменял паспорт или переехал, перепрописался. Ну, а с госуслугами там же должно все четко... Да, совпадает, как в самолете. Естественно, мы все это помогаем, мы отрабатываем. Хорошо. Приходить только нужно именно с внутренним паспортом. Я помню, один человек при мне, я приходил на участок, один человек правами пытался... Нет, 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 мы приносим либо паспорт, и если у вас паспорт утерян или находится на замете... На регистрацию, например. Вам, да, выдают соответствующую справку, она временная, то есть получается, как временный паспорт, все, вот строго, пожалуйста, вот с документами, да, никто нас по правам там, по военным билетам... Да, не получится. Ну и давайте сейчас обсудим, у нас остается совсем немножко времени, 10 число, в 20 часов закрывается голосование, и начинается подсчет. Как он проходит в каждом отдельном участке, кто занимается, и куда сходятся все эти материалы, свозятся? Значит, материалы у нас, ну, понятно, подсчет, скрывается избирательная там, все это озвучивается, идет подсчет, там фамилии громко говорятся, у нас присутствуют наблюдатели, присутствуют, соответственно, там средства, аккрединованные средства массовой информации, все это происходит вот... Прозрачно? Прозрачно, да, соответственно, идет подсчет, подводят итоги, включено столько-то, проголосовал столько-то, столько-то бюллетеней недействительно, там, ну, вот эта схема, и все это вносится в увеличенную форму протокола, который находится на участковой избирательной комиссии. И затем протокол, значит, вся документация упаковывается должным образом, собирается и доставляется к нам в территориальную избирательную комиссию в совпровождении органов внутренних дел. А от вас? Полиции. От нас мы убираем в архив всю документацию, и от участковой комиссии мы получаем итоговый протокол, который соответствует увеличенной форме протокола, есть итоговый протокол, маленький. Подписанный членами комиссии и, соответственно, с печати. Он вводится в систему ГАЗ-выбора, автоматизированную систему управления, передается в избирательную комиссию Московской области, они там центральные. И уже итоговые протоколы со всех 173 участковых избирательных комиссий под охраной мы перевозим в избирательную комиссию Московской области. Примерно во сколько? Области. Всегда по-разному. То есть, бывает под утро. Ага. Ну, в любом случае... Бывает быстро. То есть, прежде чем ввести протокол, вышестоящую комиссию, мы все должны ввести в электронную систему ГАЗ-выбора. Ну и итоги всех, это понятно, вся всей Московской области должна есть, когда примерно ждать итогов? Ну, обычно у нас уже система ГАЗ-выбора это упрощает, что и уже к утру мы... Что-то понимаем. Понимаем, да, уже картину. Ну что ж, вот так будут проходить выборы губернатора Московской области. Напомню, состоятся они 8, 9 и 10 сентября. За 30 дней до начала выборов начнется уже избирательная кампания, так что вы сможете познакомиться с 4-мя кандидатами, которые подали себя в качестве кандидатов. Ну и благодарим Бориса Борисовича Новикова, председателя территориальной избирательной комиссии города Люберцы Московской области, за то, что он нам все, ну, даже, можно сказать, разжевал. Все как должно быть. Но в любом случае, еще раз, обратите внимание, зайдите в госуслуги, обратитесь, в общем, во все органы, проверьте все документы и не забывайте, вы имеете право на голосование, выборы вас ждут, голосуйте, как вам удобно. Либо приходите, либо электронно, это будет впервые. Или по месту нахождения. По месту нахождения. Спасибо огромное, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пименко, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!